Мы на прошедшем заседании Совета Министров слышали доклады глав правительств о том, что практически завершена работа по 28-союзным программам. И самое главное для той системы отношений, которая сложилась, которую мы особо ценим, это результаты и то, что стороны вышли на трехлетний план работы в поддержку той практики, которая была сформирована именно при реализации того масштабного взаимоувязанного интеграционного документа, который и есть в 28-союзных программах. Конечно, я представил предложение сторон по предстоящему заседанию Высшего Государственного Совета. Это и доклады правительств о том, что сделано, и доклады министров иностранных дел о той работе, которую они проводят в рамках согласованной внешней политики. Это предложение Министерства транспорта о развитии инфраструктуры, железнодорожного транспорта, союзного государства. Мы по-особому видим документ, о котором я сейчас скажу, стратегия научно-технологического развития союзного государства до 2035 года. Это ответ на вызовы времени, это учет развития искусственного интеллекта, тех вызовов нового технологического уклада, свидетелями которого мы являемся. Но это, безусловно, и задача людям со стороны науки, академической, прикладной, вернуть то, что нужно, чтобы они жили комфортнее, чтобы социальный стандарт жизни людей был, безусловно, надежным. И, конечно, это и вопросы собственности, потому что за все это время по-настоящему работа по инвентаризации всей собственности союзного государства не проводилась. Мы полагаем в этом году провести такую работу усилиями Министерства финансов, РОС и Госкоммущества при координации взаимодействия с постоянным комитетом союзного государства. И понятно, что мы должны продумать механизмы привлечения тех финансовых результатов в союзный бюджет, которые достигаются, когда реализуется программа союзного государства, на которой, как вы знаете, тратятся немалые средства. Это тоже важнейший вопрос. Мы по-особому отмечаем работу над проектом плана празднования мероприятий по случаю 80-летия освобождения Беларуси. Вообще мы считаем, что этот год должен пройти под этой эгидой, как и под эгидой празднования 25-летия союзного договора. Мы думаем, что президенты Александр Лукашенко и Владимир Владимирович Путин поддержат и будет учреждена медаль за заслуги развития союзного государства, как и памятная медаль, как и, соответственно, те героические знаки, которые будут также вручаться вместе с благодарностями и грамотами высшего государственного совета.